Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал с торговыми идеями и большим количеством аналитического контента, который поможет вам в принятии ваших торговых решений. Ну что, сегодня у нас первый значимый в плане именно экономических, макроэкономических, статистических данных день, потому что сегодня будет опубликован отчет EDP, который многие называют репетиции перед выходом Non-Farm Parallels. Я, в принципе, согласен с такой точкой зрения. Если мы бы поставили себе цель разобраться, есть ли корреляция между показателями Non-Farm и EDP, все-таки в большей части бы смогли убедиться в том, что эти отчеты коррелируют между собой. Да, есть очень сильные иногда расхождения, но в целом тенденция у них остается практически общая и единая. Поэтому, поскольку Non-Farm для нас имеет очень большое значение, а точнее, очень большое значение для нас имеет сейчас понимание, в каком состоянии находится американский рынок труда, сегодняшний отчет EDP мы с вами будем внимательно ждать, анализировать, разбирать. И завтра я, безусловно, обо всем этом расскажу. 15.15 по московскому времени. По прогнозу ожидается, что количество новых рабочих мест составит 600 тысяч. Я придерживаюсь, друзья, более скромной оценки и полагаю, что в лучшем случае американская экономика в прошлом месяце создала около полумиллиона рабочих мест. Также сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти США, нефти и нефтепродуктов. В 17.30 по московскому времени. Можем на этой ноте посмотреть сейчас на то, что происходит с рынком нефти. 74.62. Мы видим то, что рынок углеводородов остается все-таки в восходящем тренде. И те, кто спекулирует, торгует нефтью, заряжены. Конечно же, самым важным событием последних недель, может быть, даже месяцев для всего рынка, всего сектора энергетики. Это заседание ОПЕК, которое фактически является тем самым переломным моментом, после которого рынок либо получает дополнительное предложение, либо продолжает существовать с тем, что было согласовано ранее участниками энергетического пакта. Перед тем, как в этот четверг, 1 июля, то есть фактически уже завтра, состоится заседание ОПЕК, хочу сказать, что предварительно вчера прошла встреча технического комитета, в ходе которой участники подтвердили, что спрос на нефть в этом году вырастет на 6 миллионов баррелей в сутки. Это точно такая же оценка, которая была дана экспертами ОПЕК+, во время их доклада месяц назад. Точно такая же оценка была и от Международного энергетического агентства. То есть без изменений. И что, пожалуй, самое важное, что сейчас стоит отметить, то что эксперты технического комитета не стали рекомендовать непосредственно министерскому комитету уже, который соберется завтра, то, что объем нефтедобычи нужно корректировать. Если представить, что министерский комитет, конечно же, опирается на документы и выводы технического комитета при принятии решения о том, увеличивать либо не увеличивать добычу, у нас сейчас даже больше шансов и больше вероятности того, что на министерской встрече никаких решений не будет. То есть ранее мы допускали, что если страны ОПЕК поднимут уровень нефтедобычи на 500 тысяч, даже в этом случае для рынка точно не будет негатива, потому что в целом дефицит предложений сейчас находится на отметке от 1,5 до 2 миллионов. Но, соответственно, если уровень нефтедобычи и вовсе в августе не будет изменен, это станет суперпозитивным фактором для котировок нефти, который получит возможность прибавить от 3 до 5 процентов вплоть до конца этой недели. Я, как и ранее, друзья, смотрю исключительно вверх по рынку нефти и считаю, что сейчас мы находимся в той самой фазе, которая может быть частью какого-то нового суперцикла для всего рынка нефти с потенциалом долгосрочного ухода котировок даже в район 100 долларов за баррель. Хочу тут отметить, что это не только моя субъективная оценка, точно такие же цели и прогнозы ранее отмечались и крупными инвестбанками. Я комментировал вам их позицию. Сегодня в 17.30 запасы, скорее всего, будут на стороне покупателей нефти, потому что отчет АПИ от Американского института нефти показал, что запасы снизились на 8,1 миллиона. Я думаю, что официальные цифры будут похожими. По поводу других инструментов. Американский фондовый рынок продолжает обновлять исторические максимумы. Американская фонда полностью игнорирует плохие новости, которые сейчас транслируются из Азиатско-Тихоокеанского региона, из некоторых стран Европы, из Англии относительно стремительного распространения штамма дельта коронавируса. И статистика действительно печальная. Сейчас уже очевидно, что ситуация будет гораздо хуже, чем дальнейшего по развитию, чем ожидалось буквально несколько недель назад, потому что в этих регионах уже вводится повторное ограничение. Но Штат и американский фондовый рынок пока что живет своей жизнью. Может быть, в этом плохого ничего нет. Тем более, что мы ранее делали ставку на рост американского фондового рынка. И цели я обозначал, друзья. Если вы с ними согласны, то здесь ланги в приоритете. Если вы уже покупаете S&P, NASDAQ, вы, в принципе, понимаете, что и видите, что этот рынок заряжен на дальнейшее восстановление. Европейский индекс, Евростокс, который также комментировал 4100 пунктов около того сейчас котировки. Здесь, друзья, только лишь рекомендация вверх. Тем более, что вчерашний отчет по индексу настроения в еврозоне, который в целом вкупе анализирует настроение потребителей и бизнеса, оказался на максимуме за последние 21 год. Выше только было в 2000 году во время бума доткомов. И на таком статистическом фундаменте, я думаю, что не нужно мудрить. Здесь по фонде стоит выстраивать долгосрочные позиции. Тем более, что в целом отношение к фондовым рынкам развитых стран со стороны инвесторов сейчас крайне оптимистичное. Индекс доллара 92 пункта. В целом, я думаю, что ситуация не изменится существенным образом вплоть до пятницы, потому что пятница, выход данных по рынку труда и ответы на вопросы, будет ли американский регулятор корректировать денежно-кредитную политику, исходя из новых данных. Мы обо всем этом, друзья, поговорим, но предварительно хочу отметить и повторить точнее, что я сторонник того, что статистика все-таки разочарует, и, соответственно, у ФРС будет больше шансов и аргументов отстаивать позицию целесообразности сохранения мягкой экономической политики. Евро против доллара. Цель 1,18 сохраняется. Друзья, вчера лоу был 1,1876. Я думаю, что до пятницы, может быть, даже на всплеске волатильности, сегодня после выхода EDP, и в пятницу непосредственно по факту публикации Non-Farm Perils, мы сможем добить до этого уровня. Дальше уже будет видно. Фунт оказался вот в последние дни в числе аутсайдеров. Я также здесь рекомендую пока что рассматривать только краткосрочные короткие сделки 1,3851, поскольку ухудшение ситуации с ковидом, о чем я уже не раз говорил в Англии, уже болезненно сказывается на общих макроэкономических показателях, на тенденциях роста потребителей. И под вопросом даже 19 июля полная отмена карантинных ограничений. Я думаю, что власти, в конце концов, ближе к делу примут решение, что еще не самое лучшее время, чтобы отпускать страну, освобождать ее от того остаточного локдауна, который еще остался. Пока мы комментируем перспективу Англии вот в таком свете, позитива, конечно же, для британца не будет. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.